Это победа Салеха Аль-Кулеб, Аль-Раи, Иордания. 5 апреля 2018 года. Как ворон, который кружится над своим разрушенным гнездом, глава сирийского режима, а вместе с ним и его союзники, организуют кровавые торжества. Победа в войне, длившаяся более семи лет, принесла с собой полное уничтожение Сирии и ее людей. Ее итогами стала российская военная база Хмеймем, религиозная фрагментация и иранская революционная гвардия, которая прибыла из земли четырех ветров для совершения в этой арабской стране всех невообразимых зверств. То, что произошло в Восточной Гути, это война, которая не имеет никакого отношения к сирийскому режиму. Только к русским, тем, кто сражался, разрушал и вел переговоры. Их самолеты, специальные силы, генералы и солдаты празднуют победу. Однако празднование этих побед подобно радости родителя, чью дочь изнасиловали с его согласия прямо перед его глазами. Не только Восточная Гути, но и другие жители страны, которые принимали участие в реализации стремлений Бошара Асада к установлению однородного общества считают, что он не заслуживает того, чтобы считаться победителем и должен заплатить за все те потери, которые они понесли. Об этом было известно с самого начала, когда было совершено кровавое нападение на детей Эвдара, которые были повинны в написании на стенах своего города Лазунгов. Народ хочет свергнуть режим. Возможно, угнетины и не понимают этой победы, которая состоит в том, что Сирия освобождена. Сирию оккупировали не только русские, иранцы, но и вместе с ними, израильтяне, турки и американцы. Эта великая страна стала полем для международной игры. Эти страны, как известно, разрушили и разорвали на куски многие другие государства, но остается сирийский народ, который в конце концов выйдет победителем. Все это становится реальностью во многих областях этого мира.